Итак, друзья, мы с Домирчиком уже дома. Вот, Домир мне пел по дороге обратно песни и предложил мне помощь. У меня очень сильная мигрень, у меня очень болит голова. Домирчик мне предложил, чтобы я на него облокотилась, вот, когда будем идти домой. Вот, в общем-то, помощь мне свою предложил. Это очень, мне кажется, мужественно, очень здорово, очень клево. Но мне сегодня футболка с сердцем, вы ее не видели, потому что я предыдущий ролик снимала в куртке. Вот, у нас такая вот болтология с вами была. Вот, я увидела прикольного собакина сегодня, когда заходила в магазин Олеся, когда Домирчик... А еще игрушки живые. Да, у Домира игрушки перелетели с подоконника на стол, но об этом никому мы не расскажем, правда? Это огромный секрет. Но мы не расскажем? Конечно, они никому не расскажут. Так, я видела очень прикольного собакина, когда ходила за Домиром в школу. Значит, я подхожу... Собака огромная. Ясно, она что-то типа дога, что-то типа собаки, знаете, в этом, из Кубидум. Значит, огромная была собака, и мне было, честно говоря, очковое. Я подхожу к магазину, я такая ей говорю, я пройду, можно? И так вот обхожу. Что это такое? Она была в узле под елкой. Я не знаю, видишь, все игрушки забунтовались и двигаются. Так вот, иди переодевайся, пожалуйста. И Бубу побежал к тебе. Так вот, я и говорю собаке, я так вот пройду, можно? И пытаюсь понять ее реакцию, взгляд, злобная она. Она меня сейчас искусает тут всю, или все будет от сукей? Все было нормально, вы знаете, все было нормально, и я зашла в магазин, посмотрела на нее через стеклянную дверь, она посмотрела на меня, и все, вспышка, это любовь, я люблю животных. В общем, я сделала покупки, и когда я сделала покупки, выходила на улицу, эта собака на меня столько раз оборачивалась, и это было так трогать, то есть она поняла, что это я проходила тогда мимо нее, она на меня столько раз заклянулась, ее взгляд был настолько добрый, настолько какой-то, я не знаю, как у человека, какой-то осмысленный, какой-то мыслительный процесс у нее произошел в голове, да, то есть, ну, поняла, что это была я и так далее, вот, ну, как-то так смотрела, не знаю, в общем, мне она просто бывает, собаки, какие-то другие, там, животные, коты, вот, ты на них смотришь, и, ну, ноль, то есть, да, а вот бывает, ты смотришь, и какие-то эмоции проходят сквозь тебя, вот, не знаю, она мне настолько понравилась, собака, что я правда, не знаю, вот, мы с вами только недавно говорили о мудрости старшего поколения, тут мне недавно Дамир сказал, что 40 лет где-то мозг начинает усыхать, вот, и человек, вот, начинается, так сказать, старческая деменция, человек глупеет, назовем это приличными словами, да, и, в принципе, как бы это не вяжется с поговоркой о том, что, как бы, да, о мудром нашем старшем поколении и так далее, хотя я хочу сказать, что все-таки не всегда возраст приходит с мудростью, вот, иногда возраст приходит сам, вот, что, в принципе, подтверждает эту поговорку, вот, я миллионы раз убеждалась в этом мнении, но именно вот так вот четко сформулировал эту мысль, Юрий Анатольевич, с которым мы вместе работали с Володей на МРТ Донецкой травматологии, что? Скрывает, да, я тоже так думаю, я вообще смотрю, он очень скрытный, и так сегодня мы после похода в школу английского мы с Дамиром сходили в магазин, вот, я забрала Дамира со школы, и мы с Дамиром зашли в магазин, взяли покупки, значит, купили вот такой вот хлеб с сыром, вот такой вот кусочек пиццы с ветчиной, с шампиньонами, ну, шампиньонов тут раз, два, три, слава Богу, немного, потому что я грибы не люблю, вот, дальше, собственно, марка, появляется очень много продукции, всегда добрый день, вот, в последнее время все больше и больше, вот уже и сырки появились этой марки, в принципе, мне эта марка нравится, вот, вот такой сырок, значит, с ванилью, но, ну, не могу сказать, что у них прям все очень клево, вкусно и качественно, вот такая вот, опять, штучка, вот, значит, здесь у нас сейчас проходит акция с 10 марта по 31 мая, собери всю коллекцию ножей Viva Valeroy Bosch Group, значит, о чем я, значит, здесь опять собирать наклейки, и значит, можно будет купить ножи, в прошлый раз была акция на, на, еще и ложки, вилки, там, такое, сейчас просто на ножи, дальше, зашли мы еще в аптеку с домерчиком, здраво, по-моему, как-то так она называется, вот, купили два галазолина, вот, капельки в нос, дальше, что, вот такое вот, вот такое вот, мороженое в ванильное, в вафельных стаканчиках, и я его сразу отправляю, кто? да, я его отправляю сразу в морозилку, чтобы, чтобы, в общем, оно не расплылось, не растеклось, дальше, что, очма с сыром, вот такая 80 грамм, почему появляется много собственной марки, потому что очень много импорта сейчас, импортных товаров уходит, и поэтому приходит очень много, вот, и сейчас всегда добрый день, я смотрю, стали развивать свою продукцию, конечно, они не сравнятся с импортной продукцией, вот даже и близко, вот, недавно в Самбаре, например, мы покупали молоко, молоко я решила купить, я решила купить в пакете, вот, и вы знаете, чуть меньше половины пакета, литровое молоко, было как кефир, оно прям своружилось, ну, кефир прям, вот, то есть его неправильно хранили, судя по всему, потому что сроки годности были нормальные, и это неприятно, это обидно, вот, ну, опять же, есть еще мысль, что там что-то напортачили на производстве, но мне кажется, все-таки неправильное хранение, вот, это неприятно было, тоже покупала, значит, я от Ретемира вареники с картофелем, они были летом 70 рублей, сейчас вот буквально недавно они были по 90, по 99, сейчас они от 160 до 180, что-то в таком диапазоне цена, и как бы понятно, что это недорогая цена, в принципе, да, за вареники, но вся история в том, что там вареников совсем немного, и эта цена вполне соответствовала объему, который был в пачке, а сейчас вот так как-то, и на все настолько дорогие цены, Дамир говорит, ты сегодня запаслась, не могу с ним согласиться, то есть, и не согласиться не могу, и согласиться не могу, вот такие наггетцы хрустящие запечу, но уже готовы, только разогрей, это Петруха, Петруха, энд, готова, вот, значит, я о чем, можно сказать, что я запаслась немножко, почему, потому что, я запаслась на 2-3 дня, потому что я переживаю, что моя мигрень может как и пройти, так и перерасти опять, в кардинально такую сильнейшую просто боль, что я снова буду, как вчера, лежать целый день пластом, а мне нужны продукты какие-то, если я и завтра буду лежать пластом, то кто пойдет завтра в магазин, никто, к сожалению, вот, поэтому я купила на несколько дней нам покушать, запасы, вот прям вот запасы, как некоторые люди делали кардинальные, мы не делали, мы не делали, единственное, что Володя купил несколько банок кофе, объемом 200 грамм, вот, то есть несколько банок кофе Володьку купил, да, всего 200 грамм, ну, то есть как бы, да, вот банка, она как бы, ну, не маленькая далеко, тут всего 200 грамм, ну, в общем, не важно, не важно, в общем, Володя сделал запасы вот таких вот, несколько банок кофе купил, и несколько больших пакетов еще кофе он купил, вот, потому что он очень любит кофе, вот, сейчас Владимир вот ездит, но тем не менее, как приедет, и будет идти дальше, вот, дело не в этом, потому что цены дорожали буквально на глазах, уже вот такие банки стоят по 800 рублей сейчас такой кофе, вот, кофе подобного объема, ну, в пакетах где-то 560 рублей, что около того, и сейчас уже как бы цены еще и еще дальше растут, очень много позиций вообще нет в магазинах, вот, как-то так, ладно, здесь, значит, у нас на развес форм для кота, не могу сказать, что сейчас я прям сильно сэкономила, скажем так, я сэкономила буквально там, купила на 50 грамм больше корма, да, и заплатила там, скажем так, ну, в общем, ну, тут там я чуть-чуть, короче, сэкономила, совсем капельку, но тем не менее, здесь соевое мясо, здесь соевое мясо, я люблю, я люблю, здесь соевое мясо, и оно с капуст, с морковкой по-корейски, я люблю такое кушать, вот, хотя все здесь любят кимчи, но я не знаю, что такое кимчи, я не понимаю, это нужно покупать и пробовать, а если это будет невкусно, ну, я не рискую, я подожду, пока Владимир вернется, вот, и куплю, чтобы, типа, если мне будет невкусно, то Володя ел, потому что я знаю, что он, ну, любит кимчи, вот, а я, как бы, не знаю, пока люблю я или нет, вот, я смотрю, что азиаты постоянно едят кимчи, и, как бы, так как я не понимаю, ну, как бы, кто это будет есть, а так, хотя бы, то есть, я куплю Владимиру и попробую, если мне понравится, тоже буду есть, если мне не понравится, то будет один Володя есть, а так, пока его нет, кто это будет есть, дальше, купила салатик весенний, у нас есть чисто редисочка, перчик, огурчики, там, капусочка такое, вот, потому что, знаете, когда ты платишь 120 рублей за один помидор, я лучше тут слегка нарезанного салатика, каточка фри, две штучки, одна мне, одна мне рычу, вот, поэтому мы не запасались, багет с мылом, у нас запас есть, только вот кофе, все, я их переламываю, если они не помещаются мне в сумку, значит, здесь у нас два ушастых няни, с чередой мыла, не раздражает кожу, написано, знаете, где-то маленький, с чередой тоже купают, десерт картошка, здесь картошка, вот, давно хочу, хочу скушать его, дальше, значит, сейчас все разбирают, оно сейчас самое дешевое, и единственное, самое дешевое мыло, которое осталось вообще в самбаре, вот, дешевле нет вообще, в принципе, и, то есть, ну, короче, его разбирают, как сумасшедшие сейчас, я сейчас подойду, что случилось? Сейчас я подойду, значит, птичь и молоко, мы немножечко купили, немножечко я взяла вот такие вот, в теме конфетки, тоже их чуть-чуть, ваниль, тоже сырочек, всегда добрый день, здесь, значит, Heinz, томатный кетчуп, Heinz, в принципе, не поменялся в цене, как стоил 11 рублей, в принципе, он так и стоит, хотя вообще, конечно, по городу можно найти абсолютно разные цены, Heinz, но, как бы, есть Heinz, который Heinz, а есть Heinz, который подделка, вот, который подделка, он безумно отдает уксусам, и его невозможно есть, вот, Добра Дила, вот такая богемия колбаска, вот такая булочка с сахаром, дальше, здесь вот такие вот Джоли Рей конфетки, еще один сырок, картошка, идем дальше, здесь Фараделла, туалетная бумага, фирма эта, раз, два, три, там осталась только безумно дорогая, сумасшедшая, дорогая, и в таких вот огроменных объемах, которых нам двоим с Дамиром, во-первых, не надо, хотя мы из, и я часто использую, если салфетки, хотя сейчас салфеток у нас с валом тоже, вот, если салфетки, например, закончились, вот эти вот, которые, много, ну, типа пять, но на самом деле очень много, вот эти вот, которые, ага, вытаскивать, которые, вот, если они закончились, вот, то, как бы, я иногда использую туалетную бумагу в этих целях, вот, чтобы вытереться, когда я ем, или чтобы, то есть, и по прямому назначению, да, и там высморкаться, если у меня уже гора платков ушла, насморк, и, и как бы, эти полчаса, которые эти платки постираются в стиралке, то есть, это не ждет, вот, то, или я прям сейчас не пойду стирать, или у меня хреново, и платки закончились, и я, типа, не иду стирать, вот, тогда я использую, и все, все, что угодно, куда только можно высморкаться, хоть носовые платки, хоть бумага туалетная, хоть салфетки, хоть влажные салфетки, хоть полотенца, хоть куда-нибудь, иногда у меня такой насморк бывает, что я думаю, откуда из такого маленького носа столько выходит всего, значит, мусорные пакеты фирмы Эта, и две пачки стиков фит, фиолетовые, что наши нам тут кажут, не говорят цену, не говорят цену, цену не говорят, не говорят, не говорят, не говорят, не говорят, что, вот и я думаю, что такое, что ты все время болтаешь, переоденься уже спокойно, так, и все, здесь у нас из покупок остался только вот такой вот, всегда добрый день, наполнитель древесный, я чувствую скоро у нас будет все всегда добрый день, просто, либо кипа, либо всегда добрый день, ладно, на этой прекрасной ноте, давайте с вами закругляться, завершать наш разбор покупок, потому что очень хочется есть, и я сейчас пойду мыть руки, и просто накинуть на еду, я ужасно хочу есть, я ужасно голодная, все, целую, люблю, бывает, до новых встреч, до новых видео, па-па!